если в семейной жизни не планируют не планируют детей то как часто заниматься сексом вы сказали мне просто объяснять что при сексе идет обмен плохой кармой но без секса тоже нельзя честно человек спрашивает что вы смеетесь какие действия в сексе оскверняют тело какие действия в сексе оскверняют вот все действия в сексе оскверняют а вот о чем вот что как бы надо как-то писать вот я что-то мне трудно понять вот вот что как бы опаснее для судьбы когда ты аборты делаешь или когда предохраняешься тишина в студии все замерли важный вопрос сейчас будем объяснять изучать эту тему что говорят веды по этому поводу вот смотрите у человека энергия может идти вверх к высшей любви вверх если она не идет вверх то куда она идет вниз сколько нужно секса в семье некоторые люди думают что без секса жить невозможно в семье невозможно быть счастливым без секса они настолько сильно въелась это в психику что я вам не буду говорить про свою жизнь женой свои отношения не буду потому что если я скажу об этом то вы блин может он импотент вас сразу закладется подозрение что-то не то почему потому что люди не понимают что бывает так что счастье очень много без секса нет опыта понимаете люди думают что вот счастье в семейной жизни это только секс это признак невежество неправильное представление о том что такое семейная жизнь вообще неправильное представление поэтому олег геннадьевич вот вы как бы хотите нас замучить но без счастья вы хотите сделать нашу семью без секса без счастья олег геннадьевич но вы поймите такую вещь люди же не могут все время мучиться им надо же иногда быть счастливыми вопрос него такой олег геннадьевич поймите что без секса же нельзя жить нужно же иногда счастье получать жизни и почему-то вот бог скотина так сделал что мы как этим просто сексом заниматься а в это время зачатие почему-то происходит не планируем как бы это дело а потом аборты делать нельзя и предохраняться тоже нельзя что за свинство вообще мы хотим любить друг друга нам не дают не олег геннадьевич не бог как олег геннадьевич не дает он ругается по поводу секса постоянно как бог не дает не дает нормально сексом заниматься смотрите нельзя семья 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 как бы отдал в матку может быть и зачатие опасно если предохраняемся тоже грех ну что за свинство такое вообще чул за жизнь устроили кады а вот как вы думаете для чего такую жизнь устроили а для того чтобы мы научились понимать что задумка другая что задумка наоборот стараться больше духовно любить друг друга с помощью пожелания счастья служение бескорыстного друг другу развивать вот эти высшие отношения в семье и делать и они дают реальное счастье людям понимаете огромнейшее счастье ведок даже говорится что если мужчина и женщина вместе так прожили что они осознали друг друга как души и бесконечное счастье уже от испытывают в этих отношениях они в следующей жизни не расстаются они идут на высшие планеты вместе и там опять вместе живут и к богу вместе уже движутся они сдали экзамены уже своей кармы у них нет карму у них есть только счастье в отношениях и все спросите и сексом они могут заниматься тоже когда хотят а у них нет такого вопроса у них нет необходимости понимаете у них другие отношения он ее воспринимает как вот что-то божественный дар такую женщину а женщина такого мужчины воспринимает как сама воплощенная святость и мне нужен секс понимаете они испытывают такое счастье друг с другом рядом что они даже им стыдно об этом даже подумать видите почему мы занимаемся секс вопрос сколько заниматься сексом вопрос конкретно мне сколько заниматься сексом это зависит от вашего духовного развития люди не могут не заниматься сексом энергия вниз идет вниз идет смотрите что с ней может быть энергия пошла вниз первый вариант сексом не занимаешься она уже прет там подпирает до энергии внизу подпирает сексом не занимаешься у ретрит простатит у женщин начинаются всякие заболевания по-женски энергия прет туда давит поэтому современные гинекологи как считают они говорят женщины надо заниматься сексом обязательно регулярно иначе у вас все женские органы вылетят в трубу начнутся проблемы воспаление теперь вот они не понимают одной вещи что это же женская энергия любви может подниматься вверх и никаких воспалений там женских органах не будет теперь с другой стороны когда женщина постоянно обеспокоена сколько она занимается сексом это беспокойство само что делает увеличивает энергию вниз давит больше на половые органы и больше туда давит больше и больше воспаление больше и больше потом рак начинается почему потому что очень много энергии идет вниз теперь вопрос а сколько надо заниматься сексом чтоб рака не было чем больше занимаешься тем больше энергии идет вниз чем больше занимаешься тем больше энергии идет вниз поэтому веды говорят чем Чем больше подливаешь масло в огонь, тем больше горит костер. Некоторые думают, что маслом можно погасить костер. Вот мы масло льем туда, и костер раз, и погас. Нет, вы ошибаетесь. Будет гореть сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. Энергии больше идет, больше болезней, больше страданий по-женски. Куда еще эта энергия идет? Она идет в гнев. У женщин в плаксивость, в обидчивость. Чем больше секса, тем больше обидчивости. У мужчин больше гнева. Люди очень сильно начинают страдать, потому что привязанность между ними возрастает. И боль от отношений тоже возрастает. Бесконечно увеличивается. Они уже не могут друг с другом рядом жить. Так тяжело становится. Теперь с другой стороны. Секс нужен по нескольким причинам. Первая причина. Люди, которые не развили в себе глубокие отношения. Допустим, я могу контролировать половую энергию. Я, допустим, могу без секса жить. Но близкий человек может от меня уйти. Он будет мучиться, мучиться. Ему это надо. И уходит из семьи. Поэтому ради близкого человека надо понять его уровень развития духовного. И давать ему возможность, чтобы энергия любви выходила вот таким образом. Зная, что отношения все равно будут портиться от этого. Будут похуже отношения. Но зато мы вместе. Видите, я вам горькую правду сейчас рассказываю. Горькую, не сладкую. Но она нужна. Ее нужно знать. Сколько людям надо заниматься сексом? Столько, сколько надо. Как определить? Жизнь вас заставит. Понимаете, смотрите, сколько надо заниматься сексом. Некоторые занимаются три раза в день. Некоторые два раза в день. Некоторые раз в день. Раз в неделю. Некоторые раз в месяц. Некоторые два раза в день. Ну, то есть все по-разному, да? И некоторые люди, они занимаются сексом, как на работу ходит человек. Сегодня секс у нас. Все, ложимся. То есть женское тело выступает как станок, из которого извлекаешь удовольствие уже. На станке работаешь уже. Почему? Потому что секс в данном случае стал обязательством для женщины. Положено заниматься сексом сегодня. Все. Вот так жить нельзя. Это грех. Когда люди должны заниматься сексом? Когда они чувствуют, что уже не могут? Тогда надо заниматься сексом. Когда не можешь уже? Сейчас еще будет тяжелее слышать. Раз вы задали этот вопрос. Вы честные, искренние люди. Слушайте дальше. Веды говорят, что чем больше детей рождается, вот эта энергия секса, знаете, почему мужчину к женщине сильно влечет? Эта энергия связана не с нами на самом деле. Эта энергия, она возникает следующим образом. Смотрите, есть души нерожденные в этом мире, да? Которые энергетически похожи на нас. И эти души стоят в очереди, чтобы родиться. И поэтому они вызывают вот это сильное влечение между мужчиной и женщиной. По факту, это влечение вызывают те души, которые не родились. Это для них секс производится. Для них. И их сила заставляет наслаждаться сексом. Понимаете? Это их энергия. Этих душ, которые не родились. Мы думаем, что секс для нас предназначен. Нет. Он для них предназначен. И представьте, уже душа попала в сперматозоид. Она уже движется к цели. Она вот-вот уже воплотится. И бац! Она попадает в какое-то препятствие, из которого нет выхода. Она пытается, пытается, а дырки нет. Это называется грех. То есть мы обманули судьбу. Мы те души, которые дали нам силы для секса, обманули. Результат обмана – проклятие. Эта душа проклинает этих родителей своих, которые не дали ей возможности воплотиться. Или еще хуже вариант. Вот что хуже? Предохраняться или аборт? Объясняю. Душа уже воплотилась. Она уже живет. Все. Она уже в теле. Все. Она внутри мамы находится. И потом ее берут и вырывают оттуда из жизни. Просто убивают ее зверски. Убивают. И она вылетает оттуда. Теряет свою жизнь. Это уже убийство называется. И убийство не какого-то там дяди Васи за углом, а убийство своего собственного ребенка. У меня был такой случай интересный. Мы пришли к астрологу, очень известному. И одной женщине он посмотрел как бы ей на руку и сказал, а женщине уже в возрасте, ей там уже около пятидесяти лет. И он посмотрел на руку и говорит, у вас пять детей. Объявил ей по судьбе. У вас пять детей. Она говорит, нет, извините, у меня только трое. У меня только двое. И он помрачнел так, этот человек. И говорит, у вас по судьбе положено пять детей. Очень строго начал ей говорить. Она говорит, у меня только двое. Он говорит, значит, трое умерло. Она говорит, никто не умирал. Посмотрел на нее внимательно и говорит, значит, вы их убили, этих троих. У вас не может быть такого, что не было этих троих. По судьбе положено. Я ей воткнулась в голову. Она поняла, что она убила троих детей. У нас же это называется как? Аборт. Слово смерть же там нет, в слове аборт. Правильно? Или нет? Или женщины вообще не говорят аборт. Они говорят, надо очистить матку. Очистить матку надо. Они вообще не говорят, что это убийство. И даже аборт. Просто очистить матку и все. Бывает такое, это вауш уже не ваша проблема. Бывает, что человек болен. У него по карме не положено, что продился ребенок. Душа попадает туда, такая несчастная тоже, которая отрабатывает свою карму. Веды говорят, если женщина делает аборт, или муж ее заставляет делать, тогда в этом случае тот, кто убил ребенка, в следующей жизни он тоже попадает сначала в утробу, а потом вылетает. Получает по судьбе наказание так. Если хочешь попробовать, попробуй. Нет проблем. Смотрите, как интересно у нас в жизни происходит. Мы пытаемся грехи завуалировать словами определенными. Как мне одна женщина подошла, говорит, у нас собачка была в доме, потом мы ее усыпили. В смысле усыпили? Как усыпили? Положили спать, что ли? Усыпили ее? Как? Понимаете, не усыпили собачку, а грохнули. Грохнули собачку просто. Называйте это как хотите. Не аборт, а убийство. Надо честно называть вещи своими нами. Или некоторые люди мне пишут записку, Олег Геннадьевич, мы расстались. Мы расстались означает, что ты бросила мужа. Потому что если бы он тебя бросил, ты бы написала, меня бросили. Мы расстались. Усыпили. Очистили матку. Все это означает, что человек не хочет признаться себе в том, что произошло просто. И все. Почему? Потому что мы не склонны принимать вообще в жизни, что у нас есть какие-то недостатки. Понимаете? Мы все очень слабые. Мы все очень слабые. Кроме вас. Как поднимать половую энергию вверх? Ее не надо поднимать. Она сама поднимается или опускается с помощью поступков. Некоторые люди поднимают половую энергию вверх или опускают. Они что делают? Вмешиваются в дела Бога. Сидят. Поднимают ее вверх. Не лезь туда. Это не твое дело. Просто проси прощения. Она будет подниматься. Желаю всем счастья. Она будет подниматься. Прощай. Молись. Думай о святом человеке. Она сама будет подниматься вверх. Половая энергия – это энергия любви. Просто энергия любви. Куда ее направил, туда и пошла. Если решил в интернет голой попы посмотреть, значит пойдет вниз энергия любви. Если начал молиться, пошла вверх. Все зависит от того, куда ты ее хочешь направить. Как правильно стоят отношения? Итак, вопрос был какой. Можно ли предохраняться от секса? Предохраняться не надо. Смотрите, все очень просто. Если начинается ребенок, он оттягивает энергию любви. Мужчина и женщина друг к другу уже остывают. Им не так сильно хочется заниматься сексом. Но если сильно хочется, значит по судьбе положено два ребенка. Если еще хочется, значит три. И когда приходит достаточное количество детей, то уже сексом некогда заниматься. Дети занимают полностью, как бы родители, полностью служением себе. У них нет времени и сил на это. Все это регулируется природой. Вот это все нормально. Или духовной жизнью. Люди, когда духовной практикой занимаются, то не обязательно там сексом заниматься. Нет необходимости. Но если у вас здесь желание, значит зачинайте ребенка следующего. Просто зачинайте. Если не зачинается, надо лечиться. А если у нас, вот мы сексом занимаемся, у нас бесплодие. Значит, вам надо поставить планку семь лет совместной жизни. Семь лет это тот срок, в котором вы должны понять, или у вас бесплодие, или вы берете ребенка на воспитание. Если прошло семь лет, не взяли ребенка на воспитание и при этом не зачали, значит дальше семья начнет разваливаться. Вы начнете остывать друг к другу, у вас появится неприязнь и почувствуете холод. Друг к другу вам не захочется жить вместе. Исключением составляют те люди, которые живут для общества. Есть такие люди, как Ленин и Крупская, допустим. У них не было детей. Они жили для общества. Они посвятили свою жизнь людям. Поэтому им не надо было по судьбе детей иметь. Есть патриоты, понимаете, люди, которые живут для общества. Им не надо детей иметь. Потому что они всю свою силу отдают внутреннюю людям. Понятная система, да? Да? Не хочет детей мучить. Материально боится. Ну и что? Пускай боится. Вы просто не предохраняйтесь и все. Вот тебе секс, пожалуйста. Как бы нет проблем. Если он заставляет предохраняться, обманывайте его. Начинается ребенок. Хочешь, не хочешь, вот получил. Вот смотрите, если я машину делаю, допустим, на заводе, и не хочу, чтобы машина была. Хочешь, не хочешь, машину делаешь, получается машина. Блины печешь, получается блины. Сексом занимаешься, получается ребенок. Все нормально, это естественно. Хорошо. Теперь смотрите, следующий вопрос, который вы не задали, но сейчас зададите. Я не хочу заниматься сексом, я хочу заниматься духовной практикой. Женщины задают обычно вопрос. А мой муж меня заставляет. Теперь смотрите, как устроена половая энергия мужчины и женщины. В чем разница? Объясняй. У женщины половая энергия распределена по всему телу. По всему телу. И поэтому женщина наслаждается половой энергией с помощью комфорта в квартире, с помощью шторочек, с помощью кроватки, с помощью просто потому, что муж нежно относится. Это для нее тоже секс. Это для женщины. Для мужа вот все эти шторки, кроватки, это не секс для него. Потому что у него вся половая энергия сосредоточена только в одном месте. В одном месте только, понимаете? Женщина. Поэтому если вы говорите, я не хочу сексом заниматься, а он скотина хочет рядом со мной. Объясняю структуру половых органов энергетическую у мужчины и женщины. У мужчины половые органы имеют холодную природу, холодную, у женщины горячую. Когда женщина начинает наслаждаться комфортом и счастьем личным, это вызывает возбуждение, то есть она давит половой энергией на мужчину. У него возбуждение происходит, и он начинает бросаться на женщину. Все. Жена бросается когда на мужчину. Нормально. Это особенности отношений в наше время уже у нас. Тема особенностей отношений в наше время. Бывает такое. Это тоже нормально. Но причина, почему возникает секс, такая, что просто, ну как бы, духовное развитие недостаточно сильное в семье, и все. Такая причина. Почему надо сексом заниматься? Надо обязательно, пока не будет духовного развития очень высокого. Это высоко, это такая дальняя планка такая. То есть это не скоро еще произойдет. Не скоро. Но результат чистых и возвышенных отношений между мужчиной и женщиной именно такой. Именно такой. Бывает, что женщина очень сильно хочет именно грубого секса. Такого тоже бывает. Это результат ее плохой кармы. Потому что когда у женщины хорошая карма, она больше всего счастья испытывает от тонких наслаждений, а не от грубых. Женщина хорошая карма, она с неприязнью, несколькой легкой неприязнью относится к сексу. Она старается ограждать себя от этого. Но если муж требует, она подчиняется. Но женщина с хорошей кармой, она просто наслаждается атмосферой, в которой она живет, обществом, людей, детьми. Понимаете? Она, вот эта половая энергия, ее туда идет. Но если у женщины плохая карма, ей хочется секса грубого. Она очень сильно требует его. Еще хуже карма у женщины. Она начинает сексом заниматься с женщинами уже. И так далее. Еще хуже карма. Половые извращения начинаются. И так далее. Есть разные усилия кармы. Я вам сейчас приведу вот разные градации, как действует карма на человека и как сильные страдания развиваются. Смотрите. Хорошая карма. Люди живут друг с другом, не разводятся. Они занимаются постоянно духовной практикой и чувствуют, что у них все хорошо в семье. Хотя страдания все равно есть в личной жизни. Хорошая карма, да? Дальше. Карма становится хуже. Почему так происходит? Почему хорошая карма? Потому что у женщины развиты женские качества. Она очень склонна быть смиренной, послушной, доброй, заботливой. Служить. Она никогда не спорит с мужем. Она его очень сильно ценит, уважает. Считает его просто вообще таким удивительным человеком. А себя считает наоборот. Себя считает, что она как бы хуже мужа во всем. Хорошая карма у женщин. Соответственно, плохая карма у женщины, что означает? Она считает себя очень возвышенной, очень красивой. Она себе вообще не видит недостатков. Она думает, что этот дурак вообще не понимает, что я согласилась за него замуж выйти, потому что ему повезло. Она, когда он что-то говорит, у нее постоянно в ушах возникает чувство, что надо сказать что-то наоборот. Потому что что-то он как бы на себя слишком много берет. То есть она постоянно соревнуется с мужем, противостоит ему, постоянно пытается возражать, постоянно капризничает, требует своего от него. Склонности заботиться у ней нет. Ей не нравится готовить, стирать, убирать. Ей не нравится детей нянчить. У женщины плохая карма, когда она очень распутна в своем сознании, она любит улыбаться другим мужчинам, она любит одеваться открыто, очень тело открывает свое, и ходит по улице, очень открытое тело у нее. И зачем она это делает? Для того, чтобы все смотрели на ее тело. И она тонким сексом занимается со всеми мужчинами подряд. Когда она приходит домой, женщина с плохой кармой, вся энергия любви полностью улетучивается на всех этих мужчин у нее. И она уже не может дарить мужу эту энергию любви, потому что у нее не остается этой энергии. Поэтому она капризничает с ним и мучает его. Мужчины плохая карма, хорошая карма у мужчины. Мужчина занимается самосовершенствованием постоянно. Он погружен в духовную жизнь. Жену он любит. Почему? Потому что от женщины исходит естественная энергия любви, естественная. И естественно, она захватывает сердце мужа. Поэтому он с любовью относится к жене, но у него цель другая, цель Бог. Он постоянно занимается самосовершенствованием. Также уделяет, вот так, как естественно это. Поэтому любовь в семье живет. Но он не хочет ее эксплуатировать. Он не ставит целью своей жизни женское тело. Он постоянно работает над собой. Хорошая карма мужчины. Как выглядят такие мужчины? Такие мужчины могут терпеть характер женщины, любой. Какая бы она эмоциональная не была, он спокойно к ней относится. Он терпит ее эмоции, потому что в нем есть сила. Дальше. Такие мужчины держат всегда свое слово. Сказал, сделал. Никогда не проводит. Такие мужчины приносят достаточно денег в дом. Такие мужчины способны быть очень сильными духовно и заставить женщину уважать себя. Потому что, когда мужчина реально очень сильный, женщина естественным образом его уважает. Естественным образом. Женщину не надо заставлять уважать себя, потому что это в ней, в крови. Если она видит человека уважаемого, она начинает его уважать. Вот и все. Это в крови у женщин. То есть, такой мужчина, на самом деле, он ведет себя очень сильно в жизни. Он добивается своего, он постоянно, его уважают все вокруг. У него очень сильный, крепкий характер. Он не смотрит на других женщин. У него только одна жена. Он не хочет больше никаких женщин в себе в жизни. У него только одна жена. Все. Он не пьет, не курит, потому что пить, курить означает слабость для мужчины. То есть, когда человек пьет, это означает, что у него увеличивается женская энергия в организме. И поэтому, так же спиртное увеличивает женские гормоны у мужчины. в теле. У меня есть один друг, Жданов, профессор Жданов. Он изучает эти темы. И он определил, что мужчина, когда он выпивает, особенно пиво, там постоянно пьет, у него увеличиваются женские гормоны. Лицо становится красным от них, груди увеличиваются, живот увеличивается, и голос становится тонким. Голос становится тонким. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Ну такой тонкий голос, живот большой. Все как бы как положено. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Характер становится очень чувственным такого мужчины. Это означает, что он уже выпил своё. И потом у него увеличивается импотенция. Мужских гормонов не хватает уже для зачатия. Потому что мужские гормоны вырабатываются в аскезе. Чем больше мужчина аскетичный, тем больше у него силы половой. Да? Это сила мужская, курение это сила. Давай закурим, товарищ подной. Давай закурим, товарищ мой. Конечно, сила курения нужна. Видите, иногда вы задаете вопрос, на который не надо даже отвечать. Конечно, помогает. Спиртное тоже помогает. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Тоже помогает. Всё помогает. Это, говорят, есть невежество, сила невежества. Там есть своя правда. Есть страсть, там есть своя правда. Есть благость, там есть своя правда. Настоящая благость принадлежит, правда принадлежит благости. Благость даёт знания человеку. Невежество затуманивает человека. Значит, лаккульт ему помогает. Грабить банки тоже помогает. Это всё не энергия невежества. Одна и та же энергия. Секс тоже помогает. Гинекологи говорят, не занимаешься сексом, будет воспаление. Тоже помогает. Всё работает. Спирт на самом деле лечит инфекции только так вирусные. С перцем попил, всё, нет вируса в организме. Помогло. Помогает всё. Но при этом деградация человека наступает. Когда человек в невежестве живёт, он деградирует. Если человек курит, он уже не может работать над собой. Потому что курение означает, что он искусственным образом получает внутри спокойствие. Зачем человек курит? Чтобы успокоить себя. Теперь вот эта функция спокойствия не принадлежит человеку. Эта функция принадлежит энергии Бога в сердце. Если человек живёт правильно, это энергия Бога ему говорит, молодец. Успокаивает его. Если он живёт неправильно, там возникает тревога. Теперь что такое невежество? Человек говорит, да мне по барабану, что ты там говоришь. И просто курит. Раз. Нейтрализует эту энергию. Когда человек курит, совесть закрывается. Её нет. Когда человек пьёт, совесть закрывается. Наркотики закрывают совесть. Человек не может уже чувствовать совесть. Всё. В результате он становится бессовестным. Бессовестным становится. Когда человек выпивает, он становится бессовестным. Почему? Потому что совесть ему говорит, плохо живёшь. А он говорит, да хорошо, я живу. Опа. И всё, видишь, хорошо. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе с ковшом вина в руке. Философия, чувствуете? Всё классно. Пей, гуляй, веселись. Нет проблем. Нет совести, нет проблем. Ничего нет. Есть только вино. Это невежество. Такая философия тоже. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Это философия. Правда, правда. Для того человек родился, чтобы работать, нет. Видите? Здесь своя правда. И там правда. Какую правду вы выберете, вы решите сами. Когда вы включите телевизор, там будет другая правда. Что очень хорошо с деньгами жить. Очень хорошо жить, когда ты высокое положение занимаешь. Очень хорошо так жить. Другая правда. Выбирайте эту правду. Есть благостная правда. Что хорошо живёт тот, кто понимает, в чём цель человеческой жизни. Как жить правильно по совести. Понимает человек. И тогда он становится счастливым. Я здесь об этом говорю. О благостной правде. Всё остальное тоже правда. Тоже правда. Выберите сами свою правду. Есть сказка такая, ведическая, древняя сказка. Она русская также сказка. И мне кажется, у вас тоже есть такие сказки. Смотрите. Три дороги, да? Человек приходит трем дорогам. Первая дорога. Коня потеряешь. Страсть. Человек, когда в страсти живёт, он теряет жену, детей. То есть теряет тех, с кем он идёт в пути. Когда человек в страсти живёт, он стремится к деньгам, к славе, к успеху. Он теряет семью, теряет детей. Почему? Потому что он теряет отношения. Да, человек работает целыми днями. И когда отношения строить? Он целыми днями пытается достичь вот этого счастья денежного. Ему с женой некогда разговаривать, с детьми некогда. Воспитывать никого некогда. У него нет отношений. Он теряет всё, понимаете? Он может улыбаться хорошо, делать крутой вид, но он всё теряет. Чё, пора заканчивать? Коня потеряешь. Вот этим дорогой пойдёшь. Этой дорогой пойдёшь. Себя потеряешь. Это невежество. Пить будешь, курить будешь, мяса много будешь есть, себя потеряешь. Деградация наступит. Тетевым бизнесом будешь заниматься. Сигареты будешь продавать, водку будешь продавать, себя потеряешь. На бирже в деньги будешь играть, себя потеряешь. Это невежество. Сковывает. Что делает невежество? Затуманивает мозги человеку. У него теряется совесть полностью. Он не понимает, где хорошо, где плохо. И у него жизнь начинает катиться вниз. Притём, как качется человек вниз в невежестве? Эх, хорошо! То есть ему в это время классно просто. Он катится, ему... А там, что внизу? Ад. Там страдания только. Нет ничего. Он катится, ему хорошо, пока катится. Да скатился, всё, капец. В страсти человек стоит на месте, он не развивается. Просто зря время проводит в жизни. Зарабатывает деньги, там положение в обществе. Это собой не унесёшь в следующую жизнь. Собой унесёшь благочестие, хорошие поступки, честность, совесть. Всё это унесёшь. А вот деньги с собой не унесёшь. Голеньким родился, голеньким уходишь. Понимаете? Благостный человек живёт не зря. И когда он тело оставляет, в радости он оставляет. Ему хорошо, он улыбается, с улыбки на лице тело оставляет. Неверственный человек оставляет тело в великих муках. А страстный человек оставляет тело в разлуке с близкими. Он понимает, что зря прожил жизнь, что ничего для близких не сделал. И мучается перед смертью сильно от этого. Как правильно строить отношения взрослого, 31 год, сына с родителями, особенно матери, если её привязанность переходит границы? Напрочь не общаться, как крайние действия, мне не нравится. Но как общаться, трудно понять. У всех одинаковая ситуация. Женщина привязана к детям, она испытывает счастье от них. У ней есть запутанность в голове. И она искренне думает, что она заботится, для блага детей живёт. Ей кажется. На самом деле она просто для своего блага живёт. Она хочет наслаждаться детьми. Поэтому она о них заботится. И как выглядит эта забота? Она выглядит очень просто. Гипервнимание, гиперответственность. Не даёт возможность жить детям. Постоянно контроль, постоянно пытаться делать так, как хочется, а не так, как ему надо жить. Что делать с такой мамой? Терпеть. Вот мама мучает, что делать? Надо заниматься духовной практикой достаточно сильно, чтобы спокойно с мамой общаться. Чтобы любить её, заботиться о ней, несмотря на её недостатки. У близкого человека есть недостатки. Ничего страшного, это нормально. Можно любить её, заботиться о ней вместе с этими недостатками. Мама говорит, надо соглашаться. Да, мама, постараюсь так жить. Она знает, что ты не сможешь. Но всё равно говорит. Потому что она мама, ей хочется так говорить. Что должна делать мама? Мама должна молиться за детей. Как у них жизнь сложится, это не её дело. У них своя судьба. Она от неё не зависит. Она может помочь детям с помощью молитвы. Но она не может, мама не может за них прожить жизнь. Почему же мать вмешивается в жизнь ребёнка? Потому что она страдает от того, что жизнь протекает не так. Вот смотрите, почему женщина, мать страдает? Потому что она наслаждается хорошей судьбой своего ребёнка. Хорошая судьба мать наслаждается, плохая судьба страдает. Поэтому она и вмешивается, понимаете? Так действуют части страдания в женском психике. Что надо делать? Плохая судьба у ребёнка. Что надо делать? Молиться. Почему человек страдает? Потому что не выполняет свой долг. Женщина должна оберегать своё дитя. Как она оберегает? Молитвой? Верой? Страдает она в этом случае? Нет. Вот в чём удивительно. Женщина, которая молится за своих детей, за своего мужа, за свою семью. Что значит молиться за свою семью? Сейчас объясню. Мы не направляем силу молитвы на семью. Мы направляем силу молитвы на святого человека. Мы молимся, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Но так как женщина связана с детьми и с мужем, вся её сила, энергия, её молитвы сама идёт туда. Ей не надо об этом думать. Само происходит. Она может благословлять женщину, которая молится. Она говорит, пусть Бог даст тебе разум, сыну говорит. Это нормально. И Бог будет давать ему разум, потому что она молится. Это называется благословение. Пожелай мне удачи в бою! Понимаете, благословения нужны в жизни. Без них нельзя жить. Я люблю и уважаю своих родителей, отца и мать. Но теперь не понимаю, как разумно действовать, имея мать, желающую жить жизнью сыновей. И постоянно переживающее и часто упрекающее, неуважение к родителям, выставляя себя жертвой, которой все только смерти желают. Мне мама постоянно звонит, говорит, Олег, ты чего не звонишь? Ты обиделся на меня? Я говорю, нет, мам, просто много дел. Я виноват, конечно. Да, нормально. Нормально. Пожилые люди, им кажется, что они в чем-то виноваты, или что их не любят, их не уважают, не ценят. Почему пожилым людям так кажется? В чем причина? Причина заключается в том, что с возрастом сила плохой кармы увеличивается в теле человека, сила хорошая и уменьшается. Вот ребенок как живет? Очень много хорошей кармы. Все его любят, все ласкают, он такой купается в масле такой. Ему хорошо, потому что много хорошей кармы выходит изнутри, и все такие его видят, такие... Наслаждаются все им. Почему? Потому что от него исходит хорошая карма. У него исходит хорошая карма, и все видят ребенка. О, какой хороший. Все наслаждаются. Все любят его. От пожилого человека исходит плохая карма. И все думают, ну да, 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 живи хорошо, живи хорошо, все нормально, придем завтра, сегодня не придем. Почему? Потому что с пожилым тяжелым рядом тяжело. У него много плохой кармы. И поэтому с ним очень трудно рядом находиться. Печаль наступает рядом с ним. От него болезни исходят. Несчастье, а болезни пожилого человека. Старость не радость. Поэтому веды говорят, чем взросле человек, чем больше возраст, тем больше человек должен отношения с Богом строить. И что происходит? Смотрите, вместо печали человек обретает мудрость. Чем старше возраст, тем больше молитвы. Старше возраст, больше молитвы, старше. И, наконец, наступает возраст где-то 65 лет. Все, человек, кроме молитвы, уже ничего не должен сделать. Только молиться уже. 70 лет только молиться. И такой человек становится мудрецом. Все хотят быть рядом с ним. Никто не хочет, чтобы он ушел. Все молятся, чтобы он... Все хотят, чтобы он давал им наставления, советы. Такой человек становится крайне ценным в жизни. Крайне ценным человек такой становится. Человек в возрасте, который достиг просветления, понимания, зачем нужна человеческая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok